Накопились долги по коммунальным платежам, прощаясь с имуществом. Сегодня представители коммунального предприятия «Основание» вместе с исполнительной службой провели очередной рейд по взиманию задолженности за услуги по обслуживанию дома. В этот раз коммунальщики и представители исполнительной службы пытались застать в квартирах жителей Шевченковского района. Специалисты говорят, долги за содержание дома и другие коммунальные платежи по каждой из посещаемых ими квартир в этом районе составляют свыше 10 тысяч гривен. В целом задолженность запорожцев перед КП «Основание» на 1 июня текущего года составила свыше 135 миллионов гривен. Долг жителей Шевченковского района – 20 миллионов. Долги по решению суда совершенно разные. Тут уже идёт вопрос в том, что если сумма задолженности не превышает трёх минимальных заработных плат, у должника есть официальный доход, то так как мера принудительного характера может быть обращено в заскание на его заработную плату, другие доходы в размере 20%. Если у должника официального дохода нет, денег на счетах никаких нет, то уже непосредственно тогда проявляется его имущество. С должниками, утверждают представители КП «Основание», проводится регулярная профилактическая работа. В счетах за оплату коммунальных услуг постоянно указывается сумма задолженности. А дважды в месяц должнику приходит уведомление о существовании долга. Если ситуация не меняется, коммунальщики направляют иск в суд. За 2014 год, за 5 месяцев было подано 405 заявлений на сумму 2 млн 617 тысяч. Судом на сегодня удовлетворено 83 заявления на сумму 146 880 гривен. Могу сказать, что есть тенденции к погашению добровольному. Допустим, за апрель-май было погашено добровольно 5 гражданами долга на сумму 32 тысячи. Представители КП «Основание» напоминают во избежание каких-либо судебных разбирательств. Долг за оказанные услуги можно в любое время реструктуризировать.